Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Касым Жамартукаев прилетел в Алматы и провел совещание по вопросам сейсмической безопасности. Он раскритиковал работу ДЧС, готовность инфраструктуры к эвакуации населения и системы оповещения. Тысячи крестьян Западно-Казахстанской области находятся на грани потери земель. По их словам, они получили угодья, вложили деньги и начали работать, но теперь выясняется, что земли им были выданы незаконно. В Западно-Казахстанской области покроют свои потребности в сжиженном газе. Об этом сообщили в областном Акимате. Как чиновники планируют обеспечить регион топливом и отказаться от поставок из соседних областей? Полиция Актубе задержала предполагаемого лжетеррориста, напугавшего родителей школьников. Анонимное сообщение взбудоражило весь город. Его автор предупредил горожан о якобы подготовящихся вооруженных нападениях на учеников. Касым Жумар-Тукаев прилетел в Алматы и провел совещание по вопросам сейсмической безопасности. Он раскритиковал работу департамента ПУЧС, готовность инфраструктуры к эвакуации населения и системы оповещения. Президент поручил Генпрокуратуре Республике Агентства по противодействию коррупции провести проверку. Отдельно президент остановился на вопросе автоматизированной системы раннего оповещения. Ее должно были внедрить до конца прошлого года. Выделены деньги, чиновники освоили и даже отчитались, что установки готовы к работе. Но в нужный момент система почему-то не предупредила алматинцев об опасности. Разобраться с этим вопросом и в месячный срок доложить. И на что были потрачены деньги и почему система не сработала, заявил Тукаев. Судя по всему, бесполезными также оказались 27 тысяч сейсмо-тренировок и 2500 семинаров, проведенных за это время по всей стране, указал президент. Чувствуется, что все эти меры, которые вы предусматриваете, они должны были быть давно разработаны и как минимум на 50% уже реализованы. Только-только приступаете к работе. Это первое. Во-вторых, чувствуется оторванность от конкретной ситуации, к сожалению. Вот при негативном сценарии на первый план выйдут вопросы эвакуации и жизнеобеспечения людей. Возможно, потребуется соорудить, оборудовать палаточный городок. У нас должна быть готова вся необходимая инфраструктура на такой случай. Также стало известно, что автоматизированная система раннего оповещения о землетрясениях, на которую в Алматы потратили больше миллиарда тенге, находится до сих пор в тестовом режиме. Но Аким Алматы теперь предлагает еще одно решение. С учетом несвоевременного оповещения о землетрясении 23 января через СМС-сообщение операторами сотовых связей, Аким Атам города предлагается внедрение системы экстренного массового оповещения населения, так называемый масс-алерт, в пилотном режиме. Данная система применяется во многих развитых странах. Его отличительной чертой является исключение зависимости от мобильных операторов. Система позволяет в течение 20 секунд оповещать всех жителей города о землетрясении, независимо от... Главное, чтобы был только включен сотовый телефон. Данный проект мы готовы профинансировать за счет средств местного бюджета вовсе до сентября 2024 года. Неудовлетворительно отозвался президент Тукаев о работе главы МЧС во время землетрясения в Алматы. Он предложил вернуть министра в научно-преподавательскую деятельность, если у него не получится переосмыслить свою работу. Бауржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. Тысячи крестьян Западно-Казахстанской области находятся на грани потери земель. Об этом они заявили на пресс-конференции в столице. По их словам, 13 лет назад они получили угодие, вложили деньги и начали работать. А теперь выясняется, что тогда земли им были выданы незаконно. По словам фермеров, виноваты чиновники, но страдают они. Десятки казахстанских фермеров могут лишиться гектаров. Как выяснили прокуроры, участки сельхозназначения местные акиматы выдавали вне конкурса. В итоге, пастбище и земли для выращивания культур суд решил вернуть в собственность государства. Фермеры к этому отношения не имеют. Были допущены процедурные ошибки на местном исполнительном органе Западно-Казахстанской области. Это они совершили ошибку. Фермеры – это добросовестные пользователи этой землей. И сегодня, по нашим подсчетам, около 6 тысяч фермеров на незаконной стороне. То есть весь бизнес, который они ввели, который они строили, который они развивали, который они кредитовались, вкладывали ресурсы – это все вне закона. И сейчас их вынуждают вернуть эту землю государству. Почему-то нарушили государственный служащий закон, но платит за это сегодня фермер. Это все надо вернуть в законное русло. То есть решение Верховного суда надо генеральному прокурору оспорить, потому что 6 тысяч человек, у каждого работает 3-5 человек, это около 20-25 тысяч рабочих мест можно потерять. Это социальное напряжение вызывает в обществе Западно-Казахстанской области. На решение суда не повлияли и сроки давности, не берется в учет и целевое использование полученных на делах. То есть получается, сейчас ни один сельхозтоваропроизводитель не уверен в том, что у него когда-нибудь земли не заберут, которые были предоставлены им 10 лет назад. Группа фермеров сейчас обращается во все инстанции, включая президента. В Минсельхозе апеллируют к закону, но фермеры не собираются уходить. У нас получается, значит, генеральная прокуратура, антикоррупционный комитет, значит, другие земельные инспекции, значит, нас подталкивают к таким ситуациям. Я знаю, что это, я понимаю, если подойти по логичности, значит, экономические диверсии, значит, мы везде позиционируем, показываем, что сельские хозяйства, это у нас драйвер, что мы можем в этом сельском хозяйстве добить каких-то успехов, не то, что успехов, что накормить эту страну. Если мы в таком ситуации не накормим страну, получается, мы себе сами копаем могилу, значит, мы придем к тому, придем, будем, значит, как эти нефтяники, сидеть там палатками. Проверка пришла к выводу, что участки выданы незаконно, так как сельскохозяйственные земли распределяются только по аукционной системе. Эти решения в свое время принимались в большинстве своем предыдущими Акимами. Фермерам мешает постановлению Верховного суда, где четко прописано о том, что сельскохозяйственные земли должны предоставляться только по аукциону. Акимат области якобы делает такое предложение фермерам, вот мы уже у вас забрали, они вообще еще хотят все 6 тысяч прогнать через Верховный суд, и говорят, мы будем у вас забирать потихоньку, а потом через конкурсы вам же отдавать. Это невозможно, потому что по условиям конкурса любой гражданин Республики Казахстан имеет право принимать участие в этом конкурсе, показывать свое будущее, в котором он готов к инвестиции, и этот конкурс выиграть. А что касается тех, кто допустил эти нарушения, это нынешние Акимы области, другие высокопоставленные чиновники на местном уровне и в республиканском уровне, с ними пусть занимается антикор. Причем такая ситуация повторяется и в других областях. Добавим, что в Казахстане продолжается масштабная кампания по возврату неиспользуемых и незаконно выданных земель. В госсобственность уже возвращено без малого 10 миллионов гектаров пастбищ, полей и пашин. Бауржан Шайхмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Западноказахстанская область покроет свои потребности в жиженом газе. Если раньше предприниматели региона осуществляли транспортировку топлива из соседних Атраусской и Актюбинской областей, теперь новое месторождение Рожковское закроет спрос области на автогаз. До конца 2024 года на месторождении планируется ввести в эксплуатацию 4 скважины. Наш корреспондент с подробностями. Газо-конденсатное месторождение Рожковское было запущено в промышленную эксплуатацию в конце декабря минувшего года. При выходе проекта на полную мощность его добыча составит около 1 миллиарда кубометров газа и более 500 тысяч тонн конденсата в год, а ежегодное производство сжиженного углеводородного газа свыше 150 тысяч тонн. Подача сырого газа от месторождения будет осуществляться на газоперерабатывающие мощности ТОЖАЭК-МУНАЙ. После чего товарный газ будет поставляться на внутренний рынок. Всего у нас по городу есть 4 газозаправочных станции. Выделяемый газ – это огромная помощь для нас, потому что до этого времени нам приходилось привозить газ из Октюбинской области вагонами. Было множество проблем, в том числе с логистикой и погодой. С помощью городского Акимата нам выделяют дополнительный объем в размере 1100 тонн газа. Теперь стало очень удобно. Не нужно ехать в Итерау, ждать там два дня. Это всё время и деньги. Сейчас потребность области в жиженом газе для заправки автомобилей составляет от 3000 до 3500 тонн в месяц. Более 60% от общего объема автогаза потребляется транспортом областного центра. Эта услуга, как оказывается, наиболее востребована среди водителей такси и грузовиков. До этого мы дополнительные объемы брали и в Октюбинской и Аталраусской областях. Соответственно, некоторые проблематичные вопросы возникали. Это транспорт, иногда ЖД-транспорт. С Аталрау мы везем автовывозом. Соответственно, станции налива находятся в пределах города Уральск. И по логистике и по транспортировке у нас будет меньше вопросов. Слово, выпущенные объемы жиженного нефтяного газа распределили между 17 автозаправочными станциями. Потребность региона для сегодня примерно 4,5 тысяч тонн в месяц. По словам местных властей, месторождение Рожковская – серьезная ресурсная база. После запуска всех скважин регион полностью закроет потребности в этом виде топлива. Дана Киримбаева, Була Джагапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Задержало предполагаемого лжетеррориста, напугавшего родителей школьников. Анонимное сообщение взбудоражило весь город. Его автор предупредил горожан о якобы готовящихся вооруженных нападениях на учеников. И даже перечислил, какие именно школы в черном списке. Лейла Уесова следит за ситуацией. Страх и ужас пережили родители школьников в Ак-Тубе. Горожан взбудоражили сообщения о якобы предстоящих массовых убийствах учащихся. На одном из телеграм-каналов появились публикации о том, что на городские объекты образования готовятся вооруженные нападения. Неизвестный угрожал устроить массовый расстрел. Из-за рассылок родители стали спешно забирать детей с уроков. А ученики второй смены отказывались идти на занятия. Если будет опять неспокойно, то не пустим детей в школу. Пусть онлайн занимается. Главное, чтобы полиция наказала автора этих угроз. Мы все переживаем. В родительских чатах ажиотаж. Люди боятся за своих детей. Кровавую убоню автор постов обещал устроить сегодня, 26 января. На фоне таких угроз возле учебных заведений усилили контроль. Полиции уверяют, что сообщение не что иное, как фейк. К слову, чуть позднее телеграм-канал был удален. Благодаря оперативным действиям силовых структур, автора публикации удалось вычислить. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма сотрудниками полиции в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий был установлен 18-летний гражданин соседней страны. На данный момент оперативная обстановка в области стабильная. Никаких поводов для беспокойства нет. Согласно статье 201 Уголовного процессуального кодекса ход до судебного расследования разглашению не подлежит. Подобные сообщения, как выяснилось, несколько дней назад рассылали и в ряде городов России. Власти просят актюбинцев не поддаваться провокациям и предупреждают об уголовной ответственности за распространение ложной информации. И все же ради спокойствия вблизи учебных заведений увеличили наряды полиции. В двух частных школах по просьбе родителей детей перевели на дистанционку. Все остальные продолжают занятия в штатном режиме. Информация недостоверная, поэтому нет необходимости переводить учебный процесс на дистанционный режим. Также призываем не поддаваться панике. Да, мы слышим, что родители забирают детей и просят, чтобы перевели учебный процесс на дистанционный. Этому нет необходимости. Хочу обратиться, что не стоит верить такой информации. Сейчас проводятся все меры оперативного реагирования. Также департамент полиции работает в усиленном режиме. На данный момент то, что было сказано, не подтверждается. Хочу обратиться, что нету повода для беспокойствия и верить только официальным представителям департамента полиции, Акимата области и департамента по чрезвычайным ситуациям. По информации Управления образования, в городе 119 школ. Из них 87 государственные. Сегодня из почти 58 тысяч детей, обучающихся первую смену, на занятия пришли всего 8 тысяч школьников. Между тем во всех учебных заведениях усилили охрану, а также выставили дополнительные наряды. Однако многие родители до сих пор в панике и не хотят пускать детей в школу. Но, как сообщили в полиции, на данный момент ситуация находится под контролем и поводов для беспокойства нет. Лейла Уэсова, Жумар Хадайбергенов, телеканал ТДК 42, Ак-Тубе. Лжеполицейского, который обманывал жителей, задержали сотрудники полиции Западно-Казахстанской области. Житель Уральска успел незаконно получить от горожан 100 тысяч тенге. Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции, 25 января сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1990 года рождения, который выдавал себя за стража порядка. В ходе обыска по месту жительства задержанного и в его автомашине стража порядка обнаружили и изъяли автомат на базе АК для игры в страйкбол, две пневматические винтовки, форменное омудирование сотрудника полиции и вязаную маску с прорезями для глаз. Каждый пятый житель страны страдает от действий мошенников. В Западно-Казахстанской области за последний месяц по данному факту зарегистрировано 26 уголовных дел. Как защитить себя от обмана и предотвратить потенциальные угрозы, расскажут наши корреспонденты. С 1 января 2024 года на территории ЗКО было зарегистрировано 26 уголовных дел по факту мошенничества. Этот показатель на 16% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее, специалисты утверждают, что аферисты продолжают использовать новые схемы и обманные методы для незаконного получения денег. Наиболее частыми жертвами мошенников становятся граждане, поддавшиеся на ложные предложения о работе. Подобные объявления обычно распространяются через мессенджеры. Также за последнее время увеличилось количество обманщиков, представляющихся операторами сотовой связи. Они звонят людям с предлогом перерегистрации абонентских номеров и уведомляют о продлении срока действия сим-карты онлайн. Потерпевшие, не подозревая, выполняют инструкции и устанавливают приложения удаленного доступа, такие как AnyDesk, HopToDesk, RustDesk, через которые злоумышленники получают доступ к мобильному банкингу. Граждане могут обратиться в подразделение Киберпол с момента регистрации уголовных дел в сфере интернет-мошенничеств. Наши сотрудники оперативных подразделений, следственных подразделений проводятся ряд оперативных следственных мероприятий для проведения конкретных и целенаправленных работ. Немало людей, попавших в ловушку мошенников. В основном это пожилые люди. С такой ситуацией столкнулся ветеран афганской войны Александр Сербин. При жизни пенсионеру позвонили и от его имени оформили кредит в трех банках на 4 миллиона тенге. Друзья погибшего говорят, что кредит еще не закрыт. Эти проблемы могут касаться не только нашего умершего ветерана Афганистана Александра Сербина. Но это может коснуться и каждого из нас. Поэтому его мошенники обманули. По телефону как-то так получилось, что его обманули. И на него оформили незаконно. Ветераны готовят обращение к главе государства с целью достижения справедливости. К слову, эксперты отрасли предупреждают, что при подозрительных звонках необходимо немедленно прекратить диалог, чтобы избежать попадания в ловушку мошенников и уточнить информацию, позвонив по официальным номерам. Амина Максотова, Олег Писаренко, Аймурат Жагапар, телеканал ТДК-42. 43 нарушения в работе общественного транспорта выявлено в результате проведения ОПМ-автобус в Уральске. Оперативно-профилактическое мероприятие длилось 4 дня с 22 по 25 января. Сотрудники полиции проверяли состояние автотранспортных средств и соблюдение правил вождения пассажирскими автобусами. Выявлен ряд нарушений в документации о техническом состоянии автобусов в управлении транспортными средствами. Из общего числа нарушений выявлены такие, как переоборудование транспортных средств без соответствующего разрешения. По такому было составлено 6 фактов, 6 подминистративных протоколов. Один водитель не прошел предрейсовый техосмотр. 6 человек пользовались сотовым телефоном при управлении транспортными средствами. И 9 водителей нарушили правила маневрирования. В результате проведения ОПМ 6 должностных лиц автобусных парков были привлечены к административной ответственности. За все составленные административные протоколы предусмотрены штрафы. Крупный мясокомбинат в Западном Казахстане готов перерабатывать мясо сайги и производить консервы. Как отметили представители предприятия, при введении в законную силу соответствующих правил появится возможность осуществлять убои производства, обеспечивая население региона готовой продукции из мяса сайги. Представитель компании также подчеркнул готовность обучать специальный персонал для переработки мяса животного. Я считаю, это очень большое дело. Мы не можем заниматься убоем сайги в городе. Во-первых, должны быть две мобильные бойни. Они должны находиться, к примеру, в Женебекском и в Бокердинском районах. Там им нужно открывать фермы и 80% субсидировать. Всем этим должны заниматься сельские предприниматели. Только потом привозить мясо нам на переработку. 80 человек заболели гриппом в Западно-Казахстанской области. Такие данные санэпидемиологи приводят за период текущего зимнего сезона. 28 фактов гриппа подтверждено среди детей до 14 лет. 23 случая – среди беременных женщин. На территории области регистрируется грипп типа H3N2. По сравнению с периодом прошлого года число заболевших хорви и гриппом в регионе увеличилось почти наполовину. На сегодняшний день зарегистрировано свыше 2150 фактов ОРВИ среди детей до 1 года, а также случаи среди беременных женщин. С целью профилактики заболевания населению рекомендуют по возможности меньше посещать места массового скопления людей, употреблять витамины, овощи и фрукты, заниматься гимнастикой, спортом, проветривать помещения. Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям в Западной Казахстанской области повысилась на 45% по сравнению с прошлым эпидемиологическим сезоном. С 1 октября 2023 года по настоящее время по области зарегистрировано более 100 тысяч случаев острой респираторной вирусной инфекции, из них 70 тысяч случаев зарегистрировано среди детей до 14 лет, что составляет 64% заболеваемости данной инфекции. Телеканал ТДК-42 приглашает студентов на практику. Так, первые лица и руководство телеканала посетили Западно-Казахстанский университет имени Утемисова и провели профориентационную работу с будущими филологами и режиссерами. Студенты смогли задать интересующий вопрос и побеседовать с сотрудниками телеканала. Тему продолжит Дана Керимбаева. Журналист – это не профессия, а призвание. С такой фразой начали свое выступление сотрудники телеканала ТДК-42 со студентами Западно-Казахстанского университета имени Мохаммеда Утемисова. В ходе презентации директор телеканала Рустам Машарипов объяснил юным филологам и режиссерам, в чем заключается вся суть работы на телевидении. Плюсов работы на канале очень много, ведь Мир ТВ открывает множество возможностей. Каждый может найти себе работу по душе и сделать выбор. Стать телеведущим, корреспондентом, режиссером или оператором, отметили спикеры. Здесь мы им рассказали о том, что такое вообще телевидение и почему стоит попробовать свою трудовую деятельность с нашего телеканала. Рассказали о преимуществах работы в телевидении и в целом, насколько она отличается от работы печатных издательств и насколько она разнообразная. Я надеюсь, что эта тенденция у нас продолжится, и мы встретимся с учащими других учебных заведений. И я уверен, что таланты у молодежи находятся в стенах разных учебных заведений. И просто надо найти их, найти к ним подход и пригласить к нам на работу. В ходе встречи студенты смогли задать интересующие вопросы касаемо работы на телевидении. Многих интересовало, как устроен мир средств массовой информации изнутри и как туда попасть. Мне понравилось, довольно интересно было узнать о этой сфере. Также понравилось то, что мы вживую пообщались вместе с корреспондентами, операторами и другими очень важными личностями в этой сфере. Я думаю, что это ценный опыт, и я действительно задумывалась о том, чтобы попробовать себя в этом. Журналистика – это действительно одно из призваний, которые требуют определенных навыков в страсти к изучению событий и желания делиться информацией с обществом. Однако, как и любая профессия, она также включает в себя трудности. Телеканал ТДК-42 планирует продолжать встречи со студентами других вузов, чтобы искать и находить талантливых молодых специалистов. Дана Керимбаева, Айбулла Джагапара, Александр Грабарев, Телеканал ТДК-42. В Русском драматическом театре имени Островского в Уральске состоялась премьера драмы «Дом, богатый книгами» автора Мунайдара Балмолды. Спектакль посвящен известному казахстанскому писателю Кадыру Морзали. Декорации и реквизиты, подобранные для постановки спектакля, проникновенная работа юных актеров в прямом и переносном смыслах погружает зрителей в атмосферу былых времен. Подробности в сюжете. Творчество Кадыра Морзали стало национальным достоянием Казахстана. Самого автора называют народным писателем. Спектакль «Дом, богатый книгами», охватывающий период от детства до преклонного возраста поэта, прошел в Русском драматическом театре имени Островского. Автор произведения Мунайдар Балмолда, режиссер Алмат Шарипов. В этот раз на сцену вышли не только профессиональные актеры, но и обычные сотрудники центра Кадыра Морзали. «Сегодня мне удостоилось сыграть роль великого писателя Кадыра Морзали. Очень волнительно. Создать воображение, образ человека не очень-то и легко. Надеемся, что зрителям понравится наш спектакль». Среди гостей спектакля была и родная сестра Кадыра – Куляш. «Сегодня мы пришли на спектакль, посвященный моему брату Кадыру, под названием «Дом, богатый книгами». Надеюсь, зрителям понравится представление. Спасибо всем организаторам за работу. Нам очень приятно». Спектакль посетили студенты учебных заведений, школьники, сотрудники учреждений и жители города. Планируется, что эта постановка будет показана в Астане, Алматы и других городах. Данна Килибаева, Марлен Искалиев, Нурлан Шамгонов, телеканал ТДК-42. Более 26 лет посвятила работе с учениками уральский педагог Акштаб Сюенгалиева. Свою трудовую деятельность педагог-исследователь начала в качестве учителя английского языка. На сегодняшний момент она достигла значительных успехов и внесла ценный вклад в образование своих учеников. В рамках рубрики «Герои труда» наша съемочная группа лично встретилась с педагогом. Акштаб Сюенгалиева посвятила сфере образования 26 лет, из которых последние 15 она успешно занимает должность заместителя директора. Однако ее стремление к профессиональному росту не ограничивается этим. В настоящее время педагог-исследователь активно продолжает развиваться и обучаться в ВУЗе. «Я считаю, что постоянное стремление к профессиональному росту учителей не только раскрывает творческий потенциал, но и развивает у учеников интерес к науке», утверждает Акштаб Сюенгалиева. В своей работе она активно внедряет различные методики обучения, стремясь делиться своим опытом и вдохновлять учеников на активное обучение. На своих уроках английского языка я использую коммуникативные методы обучения, активные формы обучения, когда все ученики вовлекаются. Сейчас, благодаря обновленному содержанию образования, учителя поняли необходимость и вообще важность активных форм обучения. То есть ученики не пассивные зрители, когда учитель передает, а сами являются активными участниками учебного процесса. То есть учитель, он только направляет, помогает, подсказывает. Выдающимся достижением педагога является ее статус тренера в Центре педагогического мастерства, где она успешно обучает учителей как из своего региона, так и из республики. Ее профессионализм и способность эффективно преподавать знания отмечаются не только ее учениками, но и коллегами. Профессионал своего дела стал у нас заучим по методической работе. Скажу, что с этого времени наша методическая работа оживилась, стала на более новый уровень. Поэтому мы очень рады ее профессиональному росту. Человек, знающий в совершенстве три языка – казахский, русский, английский. Хороший друг, хороший педагог, очень талантливый педагог. Дети ее очень любят. Отметим, что Акштаб Сингалиева является автором нескольких пособий. В перспективе она намерена продолжать свою активную деятельность и стремиться к дальнейшему профессиональному развитию. Амина Махсодова, Олег Писаренко, Аймурад Жакбар, телеканал ТДК-42. Действует Каспират и Каспирасрочка. Спешите воспользоваться шансом и нашими услугами. Дизайн окон и пошив штор, бесплатный замер и выезд дизайнера на дом. Также салон Штор Интерьер приглашает к сотрудничеству дизайнеров штор и интерьеров на выгодных условиях. Наш адрес – угол Тифулина, угол Мухита. Телефон 50-75-64-8-747-590-33-47. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Тенга Ки-Зет. Оформим микрокредит до 170 тысяч тенге наличными до 25 дней за 170 тенге в день. По адресу улица Курмангазы, 167, улица Курмангазы, 80, микрорайон Северо-Восток, 47, торговый дом Астана, поселок Зачиганск, улица Жангирхана, 18-2. Продолжение следует... Оформите микрокредит в Коке, Тенго или Хава на сумму от 20 до 170 тысяч тенге и выиграйте кругосветное путешествие. Розыгрыш призов каждую неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова